Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе лекции в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе заявил, что новые антироссийские санкции будут введены Вашингтоном в течение ближайшего месяца. Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые. Напоминаем, что Мнучин упоминал о работе над расширением ограничительных мер против России еще 23 февраля в ходе пресс-конференции в Белом доме. На заявление главы Минфина США уже отреагировали в Москве. Своё мнение на этот счёт высказал член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Честно говоря, уже устали от этих заявлений и угроз. Мы видели санкции, которые они опубликовали в конце января. Сейчас, предполагаю, эти санкции будут относительно того секретного списка, который якобы был озвучен в Конгрессе. Но утечки информации по этому списку не было». Также Чепа предположил, что очередная попытка давления со стороны Вашингтона приурочена к президентским выборам в России, которые состоятся 18 марта. В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Москву уже не удивишь новыми санкциями. «Администрация и исполнительная власть пошли по пути Конгресса. Соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкции против России. Мы к этому готовы уже давно. Мы живем в режиме санкций не один год. Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять. У нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится. Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал». Помимо этого, сенатор заметил, что от санкций больше устали в Европе. По мнению Джабарова, страны ЕС уже сожалеют о включении в свое время в этот режим, в котором их подтолкнули Соединенные Штаты.